40-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри подверглись нападкам со стороны ведущего ГБ Ньюс Патрика Кристиса за то, что оставили свои высокие посты в королевской семье ради новой жизни в Лос-Анджелесе. Он заявил, что бренд герцога и герцогини Сассекских выживет только в том случае, если они останутся популярными после сообщения о том, что пара не была включена в список приглашенных на день рождения Барака Обамы на прошлой неделе. Мистер Кристис сказал, когда вы меняете настоящий, давно существующий культовый институт, такой как королевская семья, на освещенный неоновым светом фальшивый веганский Лос-Анджелес. Не удивляйтесь, что ваши друзья тоже довольно фальшивые. Меган и Гарри как бренд могут выжить только в том случае, если они останутся популярными среди своих голливудских приятелей. И отказ Обамы – это знак того, что их неглубокая дружба может не выдержать испытания временем. Как правило, если вам приходится приглашать таких знаменитостей, как Джордж Клуни, на собственную свадьбу, не удивляйтесь, если дружеские отношения окажутся не более чем поверхностной дружбой. Время покажет, будет ли Гарри сожалеть о своем решении, но есть несколько фактов, которые нужно помнить. Уроки постоянны, а все в Голливуде временно. Уильям и Кейт олицетворение класса. У меня такое чувство, что Уиллс и Кейт победят в этом деле. Камила Томини, помощник редактора газеты «Телеграф», заявила, что интервью Сассексов с Опрой Уинфри не очень понравилось бывшему президенту США и первой леди, которая всегда ставила семью на первое место. Но Мишель намекнула на то, как Меган и Гарри могут компенсировать свои нападки на королевскую семью. Говоря «Саксес Холливуд», Мишель сказала, «Когда я думаю о том, через что они проходят, я думаю о важности семьи, и я просто молюсь о том, чтобы в какой-то момент времени произошло прощение, ясность, любовь и решение. Потому что нет ничего важнее семьи». Это произошло после того, как сводный брат Меган обрушился на свою знаменитую сестру в преддверии своего появления в австралийской версии большого брата, назвав ее поверхностной. Томас Маркл-младше раскритиковал свою сестру в трейлере к реалити-шоу, а также дал совет ее мужу Гарри, сказав герцогу «Она разрушит твою жизнь». По сообщениям, большой брат VIP, съемки которого проходят в Сиднее и еще не начались, потерял двух своих главных участников трансгендерную звезду Кейтлин Дженнер и бывшего политического помощника Дональда Трампа Амарасу Манига Ньюман. Мистер Маркл, как сообщается, не видел свою сводную сестру около 10 лет и наряду с отцом Меган Томасом Марклом, не знаком с Гарри. У Меган и ее сводного брата один отец, но у нее другая мать, Дория Регланд. Выступая в трейлере реалити-шоу, мистер Маркл сказал «Я брат Меган Маркл». Далее он сказал «Я сказал принцу Гарри, я думаю, она разрушит вашу жизнь». Она очень поверхностная. У герцогини сложные отношения со своей большой семьей, и она была отчуждена от своего отца в течение нескольких лет. Итак, на этой неделе одновременно случилось два юбилея у Меган Маркл и бывшего президента США. Я уже с вами обсуждала, что все влиятельные люди мира собрались на вечеринку к Бараке Обаме по случаю его 60-летия. Праздник из 700 человек был внезапно отменен за несколько часов после скандала с введением санитарных ограничений губернатором штата Массачусетс. Вместо этого пышного празднования чита бывшего президента выставила семейное фото и поблагодарила всех своих гостей за пожертвования Меган и Гарри, также не показали своих 65 гостей и все торжества, выпавшие на минувшую среду 4 августа, прошли в закрытом от глаз папарацци режиме. Но, мы же с вами держим руку на пульсе. Поэтому знаем чуть больше остальных о некоторых связанных с Ринаме Маркл подробностях. Итак, сегодня австралийские журналисты, как я люблю их прессу. Раздобыли закрытый список гостей Обамы, а также список тех, с кем его не соединять во время праздников и дня рождения. И постараться избегать любого упоминания и даже фотографий вместе. И вот тут появились сасекские угадайте, в каком списке. Отнюдь не гостей. Австралийцы пишут, перевод мой с прямого эфира, простите за шероховатости, вы скажете, что у герцога и герцогини есть мобильные королевы. Они могут в любой момент вызвать архиепископа Кентерберийского и даже есть пароль от закрытого аккаунта Джорджа и Амаль Клуни. Да, это у них есть. Как и дорогая недвижимость, и сумасшедшие гонорары за то, что они никак не выполнят по обязательствам перед Netflix с Потифи. Но их нет в списке Обамы. И, похоже, та самая элита Америки, тот клуб глобального списка Давоса. Но из тех, что летают в космос на выходные, колонизируют Марс или покупают вакцины для целой африканской страны, как список простых задач к понедельнику, никак не видят среди своих братьев сасекских. Да, Меган уже позиционирует себя как феминистку и правозащитницу. Но все ее акции вызывают лишь смех и оглушительный провал от создания коллекции одежды для смарт-воркс до раздачи памперсов. Неинтересна ни ее книга, ни их единственная. За год запись на Спотифи. Гарри уже второй год сравнивают с одиночным пони на арене цирка. И этот тренд на раздражение от вездесущей пары, торгующей репутацией, семейными секретами и зарабатывающей на своем королевском происхождении, они не привлекают истинную элиту. Там не принимают в свой клуб только по происхождению или из-за богатства, главное условие – это отсутствие скандалов. Посмотрите, как тихо и мельком прошел шум вокруг репутации Билла Гейтса с его страстью к сослуживицам. Как быстро отрекся от Эмбер Хёрт Илон Маск, как спокойно и без подробностей идет расставание Шарлин до Монако с князем-принцем Альбером II. А тут два года подряд покрывают грязью и вытаскивают на всеобщее обозрение совершенно невероятные подробности из королевской семьи. Кому это придется по душе? Более того, репутация в этом узком кругу очень важна. Именно поэтому ни Байден, ни Обама ни разу не встретились с когда-то приятелем Гарри после его свадьбы с Меган. Как уверяют австралийские журналисты Обама, который как бы мы к нему не относились, остается одним из влиятельнейших американцев сегодня. Точно в курсе истинной репутации Меган и не готов встречаться ни с ней, ни с ее принцем теперь, а также и в будущем. Об этом же знают и в семье Байдена. Похоже, ее закрытое для общественности досье, который готовится придать огласке истинную историю Меган Маркл, но и у президентов США. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь. Праздник герцогини Сасекской не обойдется без участия Опры Уинфри. 4 августа Меган Маркл исполнится 40 лет. Она уже начала подготовку к своему дню рождения. Спланировать праздничную программу герцогиня Сасекская поручила организатору вечеринок Опры Уинфри – Калину Коуи. Вечеринка по случаю юбилея Меган пройдет в их с принцем Гарри особняке в Санта-Барбаре стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов. Там супруги живут вместе со своими детьми Арчи и Лилибет. Ко дню рождения жены принц Гарри уже заказал торт у местного пекаря по Сайс энд Шугар. Мероприятие, судя по всему, будет экстравагантным. Калин организовывал тусовки для таких звезд, как Дженнифер Энистон, Том Круз и Ким Кардашьян. Меган хочет провести свой день рождения в узком кругу. На мероприятие приглашено около 65 человек, ее ближайшие друзья и семья. Калина порекомендовала ей Опра, а она всегда устраивает невероятные вечеринки, сообщил инсайдер The Sun. 29 июля текущего года вышла мультипликация из 12-х серий на тему королевской семьи, которая подняла волну негодования среди населения. Мультфильм в стиле Гриффинов, Симпсонов. С такой же сатирической черной манерой повествования. В главных ролях шестилетний принц Джордж сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Соответственно присвоили название принц. Не обделили ролями принца Чарльза, королеву Елизавету, а также Меган Маркл и принца Гарри, куда без них. Сюжет идет о политике и отношениях внутри семьи. Но в стиле черного юмора от лица несовершеннолетнего Джорджа. Я считаю и согласна с негодованием в связи с использованием детей в скандалах и политике страны неуместным. Инсайт. Кейт Миддлтон и принц Уильям очень недовольны. Готовится иск. Что скажете вы? Очевидно, что после произошедшего между монаршей семьей и герцогами-сасиксами, отношение к Меган и Гарри кардинально переменилось. Однако ссоры и недомолвки не помешали включить малышку Лилибет Диану в список официальных претендентов на монарший престол. Эту новость увидели пользователи на странице королевской семьи. На ресурсе указано, что восьмое место официально закреплено за дочкой Меган. Гарри занимает почетное шестое место, брат Лилибет Арчи стоит на седьмой позиции. В список претенденток на престол не вошли вторые половинки Гарри и Уильяма, а также другие спутницы членов Букингемского дворца. Это правило было установлено еще в 17 веке Вильгельмом Аранским. Недавние поправки были внесены в 2013 году, после этого было отменено первородство мужчин. Предыдущие правила гласили, что молодые мужчины автоматически занимали место выше своих сестер. В этот же период были внесены правки, которые позволяли вступать в брак со вторыми половинками приверженцами католической веры, не боясь потерять право на престол. В настоящее время самым явным кандидатом на престол является принц Чарльз. Ему на данный момент исполнилось уже 72 года. Королева Елизавета заняла трон еще в 1952 году, в это время ее сыну было всего три года.